Международный статус это, я надеюсь, все-таки шуток, где-то не один, а я, например, одна страна, где разделена границами, но, тем не менее, все мы не учим. Что касается инициальной подготовки менеджеров-экономистов, мы у себя на предприятии этим очень сильно перевалили с 19-го года, когда назывался Семейский Союз, когда заказы Семейского медицинского данного юбилета и надо было искать себя на международном рынке, у нас была на предприятии создана служба маркетинга и международных связей. Сначала она формировалась на глазе наших специалистов техновей, которые работали в предприятии, и очень быстро мы поняли, что так делать нельзя. Следующий качок маркетинга у нас получился, когда мы примерно через 4 года после создания этой службы массово начали нанимать эту службу молодых специалистов, получивших академическое образование, и прочих местах, и переводчиков, ну скажем так, профессионально подготовленных. Примерно через год мы поняли, что так делать тоже нельзя. Потому что они совершенно не знали предметов области деятельности, и нам пришлось их рассовать в тематические отделы, просто убрать из этой службы, перенаправить в тематические отделы с тем, чтобы они поняли, чем они все-таки занимаются. И через примерно 3 года, часть из них, подчеркиваю, часть, вернулась в службу маркетинга и директорно-нородных связей. Ну а сейчас мы действительно, я очень рад, что военверх пошел по такому пути, когда специалистов с глубокой технической подготовкой вы собираетесь в качестве второго образования давать еще и правильничество образования. Это именно тот путь, по которому необходимо действительно выстрадать жизнью. И мы по себе, ну у нас на некоторое время связи с военмехом немножечко ослаблены, и с границами, и разными условиями обладают труда, и так далее все. Успеки военмеха нам пока не ведут, но я думаю все-таки пока. Поэтому в нашем подшефном университете Днепропетровском, там есть фактический факультет, очень сложный соединительный профиль, действительно мы вместе с ректором откорректировали учебные программы с тем, чтобы студенты технических специальностей имели возможность получить образование и экономическое, и управленческое образование. И именно эти специалисты, именно эти выпускники сейчас приходят к нам на предприятии и в тематические отделы, и в службу в маркетинге. Сейчас вот у нас эта служба последние примерно лет 7. работают уже как часы, поскольку для Украины наши предприятия, скажем так, слишком крупные, наши возможности слишком велики, чтобы кандидации украинского государства к ним вкинулись. Поэтому мы очень много работаем с Россией, по федеральным программам, с российскими предприятиями, мы работаем с европейскими фирмами, мы работаем с европейскими фирмами, мы работаем с европейцами. И с добавленным экономическим и управленческим образованием именно они на сегодняшний день востребованы. И как совершенно правильно сказал Евгений Николаевич, сейчас мы стараемся не брать выпускников, которые не вновь верят иностранным языком. Потому что международных контактов очень много, держать специализированных переводчиков очень нахладно. И это с одной стороны и с другой стороны. При переходе, даже хорошем переводе, очень часто теряется техническая нить, переговоры и разговоры и документации. Поэтому мы предпочитаем сейчас брать советы в том числе со стороны иностранного языка, с тем, чтобы документация разрабатывалась, она разрабатывалась сразу неизвестно. Это тоже очень важный момент. Я думаю, что студенты это понимают не хуже, чем мы с вами. Поэтому усилие производится сейчас в иностранном языке. То есть именно вот такой симпиоз не с экономикой, для предприятия радио-космической промышленности. Основу должна составить все-таки техническая часть. Потому что это очень зооцифическая область деятельности, где все работает на пределе технических свойств материалов, на пределе свойств электронных систем, на пределе возможностей людей, на пределе интеллекта. Поэтому здесь все-таки основа это техническая. Но без специальных знаний экономических и управленческих, производительность действительно тоже. И еще, если говорить об учете остальных законов жизни общества, опять же правильно Евгений Николаевич сказал, те образцы вооружения, которые разрабатывают постельки военных на таких предприятиях и России, и Украины. И они работают, слава богу, уже 20-х десятилетий, работают в мирное время на своей территории. Поэтому та техника, которую мы создаем, ни в коем случае, для победы над возможным врагом, возможным врагом, она ни в коем случае не должна реально разрушать экономику и инфраструктуру своей страны в мирное время. Спасибо вам за внимание и все. Спасибо.